Пуститься в пляс организованно можно будет уже в эти выходные на фестивале славянской культуры «Цветок папоротника». Как он будет проводиться, спросим у наших гостей, организатора фестиваля Александра Солдатова. Ну а наглядно представить фрагмент мероприятия поможет фольклорная группа «Лили Лада» и ее руководитель Татьяна Долгушина. Но первый вопрос к Александру. Александр, почему папоротник? Чем он заслужил такую честь? Папоротник – это исконно русское, исконно славянское растение, которое произрастает и на нашей территории, России всей, и в Европейской, и в Сибирской части. Согласен спросить, а он цветет? Он цветет. Он цветет маленькими беленькими цветочками, очень редко, и он цветет под утро. В 5-6 утра он расцветает, поэтому у нас вся ночь купала, и ночь папоротника, она именно проходит ночью. И под утро мы пытаемся увидеть цветок папоротника. А что будет с тем, кто найдет цветок, что он должен сделать? Ну это будет счастье. Счастье? И он нас есть или куда-то? Нет, просто увидеть его достаточно. А просто увидеть его не сохранить. Так редко цветет, а ты его есть собрался. И сохранить природу. Да, действительно. Мы знаем, что этот фестиваль уже проводится четвертый раз, но впервые он будет проводиться на озере Ипкуль. Давайте сориентируем, во-первых, где это находится место, а во-вторых, почему именно на этом озере? Озеро Ипкуль. Ипкуль. Ипкуль, да. Ипкуль, это историческое место, уже доказано археологами сегодня. Это третье-седьмое тысячелетие до нашей эры обнаружено старинное славянские поселения. То есть мы проводим праздник очередной. А рядом раскопки? Рядом раскопки. И археологи будут участвовать у нас, ученые будут участвовать у нас. Именно уже с фольклорными ансамблями, с традициями нашими. Вот это будет совместный большой праздник в этом году. А кто уже издевил желание поехать? Много будет участников? Порядка шести фольклорных групп, группы по продаже сувениров славянского и русского характера. Ну и спортивные все у нас мероприятия будут там, спортивные группы, то есть молодежь. А, то есть там не только такая культурная, но и спортивная программа. Спортивная, культурная программа. И программа будет еще по кулинарии. То есть традиционные каши, рецепты старинной славянской каши будем там на месте варить, производить, угощать. Кстати, папоротник все-таки, если правильно его готовить, очень вкусное блюдо. Ну что ты все-таки опять хочешь? Вот интересно, участникам, людям простым, которые хотят туда поехать, нужно ли тоже быть одетыми, как вы, в обрядовую одежду? Нет, не нужно, конечно. Обряды одежды это уже, скажем, те, кто систематически занимается, кто уже в этом образе, в славянском образе и так далее. Люди просто должны посмотреть хотя бы, приобщиться к этому празднику. Ну еще хотелось подчеркнуть, праздник этот и движение наше все-славянское, это движение за здоровый образ жизни. Трезвый и здоровый образ жизни. То есть никакого алкоголя там не будет? Нет. Про это у нас не то, что не будет, даже никто не спрашивает, не говорит, и это отсутствует полностью тема. А вообще как-то будет налажено питание? Ночевать там можно? Ночевать не можно, а нужно, потому что вся ночь будет происходить и с венками, с опусканием венков в воду, с кострами, с ритуалами всякими разными, поэтому будет все, обязательно ночевать. Татьяна Сергеевна, теперь хочется у вас узнать поподробнее, какие будут ритуалы, какие забавы будут. Это же день Ивана Купалы, но по старому стилю. Да, по старому стилю. Это именно конкретно день летнего солнцестояния, когда самая короткая ночь в году и самый длинный день. И в эту ночь никто не спал, всю ночь гуляли, праздновали, обрядов очень много проводили. В эти дни проводились обряды соединения со стихиями, со всеми стихиями. Огонь, вода, природа, воздух, земля. Все стихии соединялись вместе. Этот праздник символизировал еще объединение рода, объединение семьи, объединение мужского и женского начала, объединение света и тьмы. Вот такой праздник всеобъемлющий, можно сказать, праздник. Это у вас, кстати, тоже название коллектива «Лели-Лады». Это тоже объединение мужского и женского начала, да? Да, я вот впервые слышу такое слово. Что оно обозначает? Ну, «Лель» и «Лада». А мы просто это все объединили вместе. Понятно. Вы сами будете какие номера исполнять? Мы не будем исполнять номера. Это не концерт. Это действие совместное. Мы будем просто запевать песни, заводить хороводы, начинать какие-то игры совместные. И все присутствующие на этом празднике будут вместе с нами создавать вот это совместное обрядовое действие. Какие интересные игры-то будут? Игры прыгания через костер, венков? Венки, костры обязательно. А еще? Будет интересная такая забава взятие березки. Березка – это символизирует женственность, чистоту, невинность. Вот эту березку бедную, которую заломали, да, действительно заломали, ее женщины-девушки украшают красивыми ленточками, бантиками, цветочками. И вокруг нее будут разные хороводы, поют песни. А парни издалека наблюдают, как это все происходит, а потом штурмуют эту березку, пытаются ее захватить. Девки отчаянно сопротивляются, не дают эту березку захватить. Но потом все-таки мужчины, конечно, побеждают, куда же мы денемся, забирают эту березку и кидают воду. И она, бедная, плывет по течению. Ну и такой вопрос. Детей-то с собой можно брать? Обязательно. Это семейный праздник. Ну, сейчас мы ждем от вас, конечно же, интересного, зрелищного хоровода. А пока попрощаемся с нашими телезрителями. Это утро вместе с вами встречали мы Ольга Гапеева и Дмитрий Наумчик. Ну, а в гостях у нас были организаторы фестиваля «Цветок папоротник» Александр Солдатов и руководитель фольклорной группы «Лили Лада» Татьяна Долгушина. А сейчас для вас музыкальный подарок. Хорошего настроения и до встречи. Пожалуйста. Песня «Лили Лада» Татьяна Долгушина. Песня «Лили Лада» Татьяна Долгушина. Песня «Лили Ладон» Татьяна Долгушина. Редактор субтитров А.Семкин